Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергея Уланов. В Казахстане стали звучать мнения об очевидной перспективе перехода к парламентско-президентской форме правления. И звучат они из недр самой власти. На эту тему говорили в Истане на международном форуме под названием «Президент, парламент и интеграция». Как записано в Конституции, судебные, законодательные и исполнительные власти равны ветви. И благодаря системе сдержек и противовесов этот баланс между ветвями власти соблюдается. Но как обстоят дела на самом деле, подробнее расскажет Бауржан Шахмед. Как заметил спикер Тукаев, наличие в Казахстане сильной президентской власти помогло стране бороться с кризисами. Но Казахстан переходит от президентской формы правления к президентско-парламентской. Ведь такая смешанная система позволяет вести эффективное госуправление. Но для этого нужен сильный президент, зрелое общество и развитый парламент. Напомним, ранее сам президент Назарбаев заявлял о том, что республика останется президентской, но с существенным расширением полномочий парламента. Казахстан не топчется на месте и не зациклен на догмах. В стране осуществляется поэтапная политическая модернизация. Начат постепенный переход в президентско-парламентской форме правления по форме сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. Развитие парламентаризма в Казахстане отводится большая роль. Это проходит красной нитью в стратегии 2050, потому что парламент является сущностью демократии. Именно через парламент можно обеспечить повышение экономической эффективности. А председатель Госдумы России Сергей Нарышкин еще раз напомнил об идее Евразийского парламента. Свою идею Нарышкин основывает на необходимости прямых выборов в этот орган по итогам голосования населения. Но в этом случае получается, что на одного казахстанского депутата Евразийского парламента будет приходиться 10 депутатов от России. Нетрудно представить, чьи интересы будет отстаивать такой парламент. Более того, Нарышкин прямо заявил, что нужно меньше ссылаться на национальные законы. И мы должны быть готовы к тому, что основная нагрузка по их сближению сейчас вяжет на национальные парламенты, на парламенты наших стран. И нагрузка эта крайне серьезная и ответственная. Важно минимизировать отсылки к национальному законодательству, обеспечить приоритет электронному, а не бумажному декларированию и так далее. Нет оснований для создания единого парламента. Есть другой вопрос. Депутаты должны работать совместно. Да, законы наших стран должны быть совместимы. Для этого мы должны проводить совместную работу. Однако пока, по оценкам экспертов, от интеграции никто не выиграл. Самое очевидное, сейчас в России, Белоруссии и Казахстане происходит замедление темпов экономического роста. По общему мнению экономистов, по итогам 2014 года российский ВВП вырастет лишь на 0,3%, что близко к стагнации. В этих условиях товарооборот между странами тоже замедляется. Наконец, немаловажный фактор – геополитическая напряженность на Украине, которая для всех участников создаваемого союза отзывается санкциями. В Уральске, не успев сдать один физкультурно-оздоровительный комплекс, который находится в поселке Деркул, начали строить другой. На этот раз в поселке Зачиганск. Проект оценивается в сумму 360 миллионов тенге. Новый флог ФОК планирует сдать в эксплуатацию уже в следующем году. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Зачиганск строится рядом со школой. Ее строительство сейчас заморожено из-за того, что средства на продолжение проекта будут выделены уже в следующем году. Но подрядчикам повезло – новый объект возводится совсем рядом. Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 сидячих мест. Начат объект в ноябре текущего года. Строительство идет в полном разгаре. В данный момент идет завершение нулевого цикла. В этом году планируем собрать коробку этого здания. На следующий год уже будут отделочные работы и планируем сдать где-то к середине следующего года. Поселок Зачиганск – это территория, предусмотренная для расширения областного центра. Только в последние годы здесь возвели 16 многоэтажных домов. Интенсивное жилищное строительство будет продолжаться. Поселок Зачиганск уже сейчас насчитывает более 50 тысяч человек. Но если посмотреть вокруг, то мы видим сплошные строительные площадки. Рядом строится школа. А вот здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем смогут заниматься жители микрорайона. Строители отметили, что размеры спортзала составят 30 на 42 метра. Здесь же будет находиться административно-бытовой комплекс. Вот этот зал, он рассчитан на футбол, баскетбол, ну на многоборье всякое, различные виды спорта. Есть также на втором этаже присутствует зал для занятия борьбой. Также есть на первом этаже зал с тренировочными снарядами, то есть тренажерный зал. Вспомогательные помещения. Также здесь есть места, специально отведенные для зрителей инвалидов. Душевые, раздевалки. В новом спортзале будут созданы условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области вынесен обвинительный приговор по делу о ложном доносе. Как сообщили в областной прокуратуре, житель села Сайхин Бокевердинского района обратился с заявлением в районы отдел внутренних дел об избиении его неизвестными лицами. В ходе доследственной проверки достоверно установлено, мужчина получил телесные повреждения из-за своей личной небрежности в момент, когда скрывался с места совершения административного поронарушения в виде мелкого хулиганства в отношении его знакомой. Причинами ложного доноса послужили ревность в отношении девушки и желание избежать административной ответственности. Приговором Бокевердинского районного суда 28 октября 2014 года Тим Решев признан виновным и осужден за заведомо ложный донос о совершенном преступлении. В отношении него ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей. В Уральске продолжается строительство противопаводковых каналов. Их общая протяженность составит 85 километров. Стоимость проекта около 1 миллиарда 200 миллионов тенге. В городском отделе строительства отметили, что после реализации проекта поселок Зачиганск будет надежно защищен от талых вод. Роман Копняев расскажет подробнее. Сточные воды по системе водоотводных каналов из подтопляемых весной микрорайонов должны стекать в Анисино озеро. В этом году подрядная организация должна освоить 115 миллионов тенге. В 2015 году на строительство каналов будет выделено более 1 миллиарда тенге. Водотведением микрорайона Зачиганск занимается у нас строительная фирма Труб по Уральскому водустрой. Они сделали основной канал вдоль Атравской трассы. Основной канал длиной 2,5 километра, шириной где-то метр шестьдесят. Это железобетонные лотки. Канал проведен со стороны свистом горы до перекрестка, где пост ГАИ. Каждая весна для жителей микрорайона Сарытау Кендалай и Арман становится настоящим испытанием. Но уже в следующем году проблем удастся избежать. По замыслу проектировщиков талая вода, стекая со свистун горы, будет попадать вот в такой специальный канал. По нему она уйдет на очистные сооружения. В городском отделе строительства отметили, что каналы строятся с учетом всех уклонов, поэтому застоев и переливов воды не будет. Второй канал идет вдоль Саратовской трассы. Там тоже строительные работы ведутся. Около двухсот метров канал проложен. Со стороны Саратовской трассы будут каналы шириной четыре метра. Тоже железобетонный канал в лотках. Этой работой у нас планируется завершить в 2015 году. Средство выделяется с республиканского бюджета. Система противопаводковых каналов будет завершена к осени 2015 года. Роман Копняев, Айбулат ЖКПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске в память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, установили мемориальный стенд. Его открытие состоялось на втором этаже административного здания ОВД города Уральск, где присутствовали родители погибших, а также нынешние сотрудники полиции. Наши корреспонденты присутствовали на мероприятии. Исполняя свой служебный долг, охраняя общественный порядок, в погоне за преступниками сотрудники полиции ежеминутно подвергают своей жизнеопасности. За все годы Департамент внутренних дел Западно-Казахстанского области потерял 30 сотрудников. Сегодня имена погибших от рук преступников занесены в Книгу памяти. В музее ДВД есть отдельный стенд, посвященный памяти погибших. Теперь такой стенд будет и в Управлении внутренних дел. Среди приглашенных на мероприятие Максут Кенжигалиев, сын которого Рустам Кенжигалиев в 2008 году погиб от рук преступника. Считаю, что для воспитания молодого поколения необходимо воспитывать на положительных результатах, положительной работе сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Видеть, люди, молодежь должна воспитываться. У них должна быть связь с поколениями, с ветеранами органов внутренних дел, а также должна быть связь с семьями. И очень сложная работа. Здесь подвиг совершают не просто сотрудники органов внутренних дел, которые несут свою службу, и совместно с ними совершают их семьи. Иват Мумбаев, Рустам Кенжигалиев, Сеухан Таудаев, Кожибай Нурмукашев, Нурмалибеков. Это имена тех сотрудников УВД, которые ценой своей жизни героически исполнили служебный долг. Их память почтили минутой молчения. Мемориальная доска – это дань тем людям, которые отдали жизнь при исполнении служебного долга, ради спокойствия наших граждан. Одновременно хотел бы, чтобы все сотрудники нашей полиции знали, что работали наши тоже коллеги, и чтобы знали об их присяге, верность долгу и всем нашим гражданам Казахстана, о ценности мирного неба над голубой и стабильности в нашей стране. Также в память о коллегах в Уральске провели турнир по футболу. Марина Горбук, Дорин Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok